так ребята будем кормить так ребята будем кормиться стартовый закорм никакого мотыля чистый корм каждую кормушку ой каждую лунку по три кормушки все по классике без мотыля мотыля давать не будем потому что стоят ночники никто ночью ничего не поймал поэтому не знаю посмотрим а здесь глубже чем не было того же острова сантиметров 30 уже ставлю опять же делаю петельку на катушке это у нас дно можно то есть следующие кормушки все я буду открывать сантиметра 30-40 это дна чтобы делать пятно из корма так это я рассматриваю все по три кормушки потом ставим палатку пускай рыбка пока собираться ребята кормит процесс полностью показывать не будем там как мы видим ставится водимка будем ловить начало к 150 150 право бур право правую сторону крутить надо ну вот так вот в обратную да вот так ну я брал под шуруповерт чтобы если чмалый шуруповерт был постоянно надлажен так вот полметра где-то не дотягиваем до дна делаем рывок открываем кормушку ветер как это 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 вот это Первый наш, ребят, разведчик, такой вот подлещик. Ловим на две удочки, центральная для закорма будет. Пополки, цветушки, как всегда. Потом немножко больше покажу расстановку палатки. Опа, смотрите, какой поплавочек. Паша тоже такой же, да? Маленький, на ладошку улыбнись. Подписчикам привет. На ладошку. Покажи, Лев. Хуй, хуй. 0,18 леска на пролом. Так, надо еще накидать. Так, так, так. Еще тянется. На 0,18, да? Не хорошо. Здесь 0,15. А, ну вот, тоньше леска, результат. 0,2, прошу заметить. Меньше. Всем привет. Сегодня приехали на Велецкое отдохранилище. Район, я даже не знаю чего. Вон там за поворотом Высокий берег. Вон остров возле Заградителя, там Заградителя. Где мы сидим, пока не знаю. В общем, где-то здесь. Людей, как мы видим, много, очень много. Здесь, кстати, маленький островок. Пойдем, покажем, как мы расставили. Поставил две ставочки. Одна. Вторая. Там же он ловит в полном ходу, но мы тоже ловим. Плотвина какая. Плотвина какая. Плотвина какая. Все на игру, да? Да. Так, как маленький тут сидит. Опа, партизан, чик, чик, четыре подлещика и все, да? Больше нет нихрена, да? Мотыля, если останется, не выкидывай, я мотыля забыл. Приехал на рыбалку и без мотыля. Ну, я его на стол достал, положил, но забыл. Да. Хотел ставки поставить, но ладно, потом поставим, наверное. Так, мы уже час ловим. Такой вот результат. Где-то за час рыбка есть, поклевает. Так, смотрите, две луночки. Ловлю точнее на две, первая, вторая, в центральную кормлю. По килограмму лиману взял, но еще не кормил. Потом у нас ящик, стоит палатка. Ой, палатка. Такая раскладушка. Мотыляно стрелял, находил у одного, второго, третьего. Жилет есть, если что. Так, ну и кроме этой еще жильца подловил. Такая платвичка, поклевать. Короче, в общем, рыбка есть. Поставим переставрышки, может что-то сработает. Потом сходим к Вадиму, посмотрим, как Вадим. Сходим в палатку. Людей тут мы видим очень много. Все сидят по руслу. Там кочегары. Здесь слепы обменники. Блин, где его уход-то, а? Нету, нету. Вот он. Я проскочил. Ух, ни хрена. Это два тоже темпа, да? Двойная палатка, да? Опа. Ну, тут нормально такая. Полочка. У меня, кстати, тоже полочка есть, но правда дома. Раскладушка. Теплообменник. Теплообменник, да, видишь, спереди поставить мне тоже можно было бы. А ты ее сбоку поставил. Я же специально лунки отнес сюда, чтобы удобнее было. Ага. Ну да. Будем переснащаться. А рыба есть? А я там парочка. Да. Да. Ну все, я пошел. Мотыля, ты много взял насадки? 50 грамм. Я забыл. Вообще дома оставил. Да? Ну, значит, что это? На хлеб будет ловить? Не, ну я походил, пострелял, как бы. Ну, я еще дам. Нет, мне хватит. Я думаю, там еще что они поедут, останется. Дадут. Поэтому. Как-то так. Так как мы едем в Вибаста. А я еще даже теплообменник, даже трубы не поставил. Пойдем поставим трубу. Будем продолжать ловить. Поставим две вставочки. Одну, вторую. Потом Андрей поедет домой, вместо его палатки поставим третью. Пойдем, ребята, посмотрим на кино. У Паши камера. Пуская на дно, посмотрим, есть ли рыба. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А че картинка такая? Не, ну нормально, да. Видно хорошо. Ну сколько, это же грамм по 100 где-то? Ну да. А че они не клюют? У Люхи клюют у меня, нет? А они у тебя на камеру любуются, походу? Да, да. Ага. Вот. Ну плаваешь же, подлещик есть. Лишь он выше дна кормит. Ну. Он подхватит и поднимается. Ты Люха на ловил, да? Да. А у меня... Пашиня? Это вроде маленьких не стоят. Люху даже и кормили стоят. А так ты прикормил не те? О. Не, ну рыба же есть. Ну. Походу дело в руках, нет? Да тут, блядь, удочку хуёвую сделал, блядь. О. Ну так уже быть. Сверху еще. Ну. Плавать не. О. Хуяк парк. Сама камера не бояться? Ну иди сюда и там. Ха-ха-ха. Камеры по голове ему. Он сверху, над камерами. Ну вот, да. О. Ой. Паша, Паша. Мне тебя жалко. Смотри, ну это есть нормальная удочка, да, или на час? Походу... Нормальные удочки, да, или на час? Куда у меня вот это отраблывая, ну, которая отраблывает. Паша, просто поверь, это не твоя. Дашь мне, он. Рыбалка, Паша, это не твоя. Так, ну что, ребята, 12 часов Прик поклевать особо не хочет С утра немножко поклевало И перестало Сейчас набегами Ловлю на крючки Все, думаю, может поставить мормышку Попробовать на игру, но Особо желание не отпоклевает Нет-нет, если что-то клюнет Нормально Мелкий подлесчик Плотважа в целое Такого, чтобы не клювало нету Рыбка постоянно Постоянно движется Движение есть, в общем Видите, что Кручки немножко большоватые На одного мотыляка не положишь Поэтому отевает 2-3 На 2-3 Клюет в основном мелкая плотичка И она очень долго клюет Либо поклюет и кидает Мотылян надо постоянно менять Мотылян если не поменяешь после поклевки То, соответственно, поклевок больше нет Поклевок больше нет Поклевок больше нет Так, глубина, глубина месцеловли 6 метров Сидим в русле Все, надежда На ночь Посмотрим Ну, я сегодня не докармливаю Пока Мотыля тоже не давал еще Попробую, возьму Как бы тут еще Слом похода, мне кажется Созрал свою Шутку Потому что был морозик Сейчас Вот теперь Баляха-муха И идет ту дождь, что снег В общем Погодка такая не айса Не знаю, слышно вам или нет Но пошел дождь Обалдеть, да? Сидим на льду В 16 декабря На улице идет дождь Вот такие вот зелы С утра Активно рыбка поклевала с утра Вот ближе к обеду Поехал с ночелкой Ничего потяжелее нету Посмотрю, может поставлю Синализатор Коромысла Так, ребята Два часа дня Крыл сошел на мет Ставлю такую вот Среднюю кормушку Поставлю Точнее Найду корм Докормлю в центральную лунку Баляха-муха отклеила Была рыбка Ну ладно Докормлю в центральную лунку И открою метр этот Как раз шлейфом Должно две луночки Накрыть Ну что делать Не клюет Вообще не клюет Еще не поможет Через часик попробуем Дадим маленькую кормушечку Совсем маленькую поставим Дадим кормушечку маленькую Матрелик Оп Здесь на ручке у меня петля То есть еще катушка Два Это будет дно Мы будем открывать Где-то метр от дна Оп Видимо Сдержалась Открыли И наматываем Так мы не напугаем рыбу Дарами от дна Кормушку Ну и возможно Этот шлейф, который будет идти от корма Привлечет рыбу С дальнего расстояния Будем надеяться на это А как оно на самом деле Непонятно Вот Абонир Сдал ... ... Продолжение следует... На одном отеля всегда стараюсь опускать плавненько, потихоньку. Оп, опустим, чик, ждем. Потому что бывает плотва и тот же подлежчик, ну падающие насадки их больше привлекают. Смотрите, вот, думаю, было тихо, да? Докормил под центральную луночку. Правда уже поймали подлежчик. Я тоже не знаю, что сказать, но посмотрим. Если она так будет работать, то будем пробовать. Центральная лунка удобнее тем, что вот руки можно помыть сразу. Я вам скажу, после докорма видно пошло движение. На левую поймали рыбку. Правую же поплавок два раза подкинуло. А то вообще как-то глухо было. Так, ну что, ребята. Три часа. Как бы после докорма немножко рыбка активизировалась и опять клет сошел на нет. Соседи по бокам слышно говорят, жалуются на давление, на магнитные буры. Ну, как есть. Она только льет, как-то набегаем. Вообще непонятно. Непонятно, что, до чего и как. И почему так происходит. О, какой. Кабанчик. Как бы ельч рыбка, ельч. Она не хочет отливать. Как ее заставить. Непонятно. Бывает подиграешь. По хлюку получше. По насадке два-три мотылика. В основном ловлю на два. Но иногда ставлю и три. Этого подлежчика поймал на два. Так, ну что, ребята, давайте мы с вами еще, наверное, разыграем один подарок Новому году. Это будут санки. Санки новые. Кому надо. Участвуем. Так, условия. Лайк. Подписка. Комментарий. 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 Соответствующий рыбалке. А не абы какой. И на время проведения розыгрыша окан должен быть открыт. То есть, подписку вашу должны мы проверить. Как проверить? Это проверяют программы. Я сейчас ставлю, как это проверяется. Так, ребята. Так, ребята, смотрите. Чтобы не было потом вопросов, как мы будем проверять. Вот смотрите, вот наше старое видео. Как мы видим, подписка есть. Давайте мы сделаем так. Оп, оп. Это я просто пример проводил. Обновляем. Ну, повтор наш лоб. Видим, да? Список подписок скрыт. Соответственно, он участвовать не будет. Хотя я очень хорошо знаю его. Это мой брат. Давайте следующее. И он не будет участвовать в розыгрыше. То же самое. Список подписок скрыт. То есть, участвуют только подписчики. У кого открыт список. Чтобы можно было проверить подписку. Понимаю, да? Вот, пожалуйста. Видим, да? Есть подписка, есть комментарии, все. Вот так вот мы будем проверять. Все. Всем удачи. То есть, если список подписчиков скрыт. Соответственно, мы сразу же будем проигрывать. Будем нажимать на эту кнопочку до тех пор. Пока... Пока не выберем победителя, который на нас подписан. Поставим лайк и оставим комментарий. Комментарий любой. Но со смыслом. А не абы какой. Розыгрыш проведем 11 декабря. В часика вот так 8-9 вечера. Потом попозже я наверно публикую в записях. Будет видно. Самое главное, чтобы подписки ваши были не скрыты. Чтобы мы могли это проверить. Если подписки будут скрыты. Соответственно, участвовать вы не сможете. Все. Всем удачи. Так. Ну что, ребята. 4 часа. Пятый час. Скажем точно. Пол пятого. На сегодня наша рыбалка заканчивается. Давайте подведем небольшой итог. Рыбка поклевала лучше всего с утра. Ну, как обычно, поклевает с утра. До часиков в 11. Потом какое-то затишье. До двух, до трех. Сейчас опять было середок. По пару рыбок. Но в основном мелкая. Вот вечером мелкая. С утра она как-то была покрупнее. Сейчас какая-то мелочок. Живцовая плотвичка. Ну, зато сходил поставил ставок. Правда, ничего не сработало. Но все равно. Как бы. Вдруг что-то еще на закате стрельнет. Так. Место ловли. Заградитель. Прошли немножко дальше. За острова. Сидим. Глубина 6 метров. Поплавки 0,8. И плывут. Понимаете. Поплавочки надо сюда. Уже за острова. Где. Выход на большую воду. Надо поплавочки 1,2-1,5 грамма. Но увы. С собой таких нету. Пробовал подгружать поплавки. По факту получается абы что. По насадке 2 мотылика. Изредка ставлю 3. Но лучше всего клюет на 2. Такая вот фанера в основном у нас в лове. Ну, какая есть. Все, давайте покажем углу. Ну, будем готовиться к ночной рыбалке. А как мы отловимся ночью. Это вы увидите в другой серии. Все. Всем пока. Так, вот такой вот ребята улов за день. Небольшой, но подлещиком мелкого немножко пинова, как говорится. Поймали. Что Андрюша поймал? Лед 18 сантиметров. Лед 18 сантиметров. Лед 18 сантиметров. Да, можно вести смело. Пойдем глядем у Андрея. Тут все свалили. Даже не мало кого подсмотреть. Пойдем глядем на третий. Лед 18 сантиметров. 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 Заградитель там, вот этот остров я в прошлый раз его споил, сюда дальше просто мы, получается, прошли. Лед 18 сантиметров, лед двойной, ну, ходить смело можно.